всем привет добро пожаловать на портал невроза мегаполиса меня зовут алексей красиков и мы начинаем сезон 2017 года и начнем мы его с ответов на самые важные вопросы которые помогут каждому из вас справятся со своим тревожно фобическим депрессивным расстройством и так мы начинаем самых главных этапов психотерапии через которые каждый клиент должен пройти и я сегодня постараюсь очень детально ответить на самые главные ошибки которые встречаются на каждом из этапов вашей терапии и так сейчас я хочу рассказать вам 7 основных этапов которые нужно понимать потому что огромное количество людей задает мне примерно один и тот же вопрос звучит этот вопрос так алексей сколько времени мне требуется сколько занятий не требуется когда я избавлюсь как избавиться как справиться с этим как справиться с тем в общем задает вопрос что делать как быть и когда вот чтобы ответить всем своим подписчикам на этот вопрос я хочу немножечко дать вам полный ответ чтобы вы сами понимали что ответа на вопрос когда не существует потому что есть основных условно говоря семь таких шагов которые позволят вам справиться помните я была семь шагов с панической атакой вот сегодня мы будем это семи шагах работы с неврозом первым шагом в работе с любым тревожно фобическим неврозом или тревожно депрессивным неврозом неврозом связанных с вегетативной симптоматикой с панической симптоматикой с тревожной навязчивой и депрессивной симптоматикой он мы щас наберем диагностику и не берём сейчас обследование это по умолчанию обследования диагностику мы прошли Мы говорим именно о самом неврозе. То есть, если мы прошли обследование, если мы поставили четкий диагноз, если мы четко понимаем, что мы говорим о неврозах. Так вот, первым этапом в невротическом расстройстве с панической атакой, или с паническим расстройством в виде агорофобии, или с общим психовегетативным страхом, фобией за сердце, за здоровье и так далее. Первым этапом является образование клиента. Это тот самый этап, которым занимается канал Невроза Мегаполиса с 2011 года и ваш покорный слуга. Проще говоря, на первом этапе мы должны объяснить популярно, постараться объяснить нашим клиентам, что такое вегетососудистая симптоматика. Помните вот эти все истории про адреналин, вот эти все истории про животный мир, вот эти все истории про симпатическую, парасимпатический отдел вегетативной нервной системы? Вот это и есть то самое образование, которое необходимо на первом этапе, чтобы человек вообще понимал, что такое вегетососудистая дисфункция. Или что такое, например, паническая атака, где паническая атака – это исключительно испуг своего вегетативного состояния. А вегетативное состояние безопасно, и испуг тоже безопасен. Вот тут надо просто вас образовать. Сколько времени вам потребуется на то, чтобы понять физиологию и психофизиологию человеческого тела? ХЗ. Сколько вам на это потребуется времени? Какие-то мои клиенты просто послушали ролики и все для себя в этом этапе поняли, сказали «Спасибо, давай дальше». Какие-то люди годами пересматривают и не одупляют, простите за выражение, то, что вообще им говорит не только я, но и еще кучу интернет моих друзей, моих блогеров и коллег. Соответственно, не знаю, сколько потребуется вам времени, чтобы понять определенные психофизиологические аспекты. Итак, я сейчас хочу зачитать три вопроса, которые я выделил в проблеме первого этапа образования. Окей? И отвечу на них. Итак, вопрос первый. Я буду зачитывать с экрана. В чем принципиальное отличие невроза и личностного расстройства? Ты говорил, что невроз не может продолжаться более трех лет. И если он затянулся больше этого срока, это уже личностное расстройство. Так в чем же важное отличие в терапии личностного расстройства? Также существует нерешенная ситуация в жизни, только она затянулась, либо произошли более глубокие изменения в личности. Спасибо. Вопрос действительно важный, потому что есть три основных понимания невротической тяжести. Первое – это невротическая реакция. Второе – это невротическое состояние или сам невроз. И третье – это личностное расстройство или сложный невроз, как его еще можно найти в других источниках. Действительно, автор вопроса правильно позиционирует историю, что это более глобальные изменения личности. Но если говорить о времени, то невротическая реакция идет где-то до полугода, до года. Это невротическая реакция. Человек жил себе спокойно, ничего его особо сильно не парило, и вдруг – бац – начались панические атаки, страхи за здоровье, беспокойство. Это невротическая реакция. Невротическое состояние или невроз – это когда у нас состояние идет уже где-то до трех лет. Нет, человек в этом состоянии находится. Это такой уже невроз, достаточно укоренившийся. А вот где-то от пяти лет и более – это уже личностная проблема, потому что действительно изменения идут достаточно глубинные. Но проблема еще личностных расстройств в том, что они, как правило, сопровождают человека с раннего детства. Поэтому разница, принципиальное отличие невроза, личностного расстройства и по симптоматике, и по тяжести симптоматики, и по срокам развития, и по определенным клиническим проявлениям в терапии. Ну, проще говоря, если человек говорит, у меня были панические атаки, была агорафобия, была дереализация, деперсонализация, навязчивые мысли, и описывает весь букет симптоматических жалоб, то, конечно, мы не говорим о банальном неврозике. Мы говорим о сложном достаточно состоянии. Поэтому личностное расстройство требует гораздо большего времени в терапии и проявляется они гораздо более долго. То есть, как правило, человек говорит, я всю жизнь такой, просто у меня это вот развивается и так далее. Поэтому принципиальные отличия их много. Это сроки, это тяжесть, это симптоматика, это сам процесс в терапии и так далее. Далее какой тут вопрос можно еще выделить. Может ли невроз быть только из-за тревожно-мнительного характера? Хороший вопрос. Сколько времени нужно? А, это другое. Может ли невроз быть только из-за тревожно-мнительного характера? Действительно, бытует мнение о том, что невроз – это тревожно-мнительный характер. Я здесь в корне не согласен, потому что тревожно-мнительный характер – это фактор у определенной категории людей, который не всегда оправдывает то невротическое состояние, на которое человек жалуется. Ну, например, я знаю много людей достаточно нордических, достаточно стойких, которые прошли ни одну военную точку, ни одну горячую точку, которые работают на достаточно сложных государственных должностях или на должностях в частной сфере бизнеса, и мы не можем назвать их тревожно-мнительными. Да и вы, кто смотрит сейчас этот ролик, тоже наверняка всю жизнь могли летать, бегать, прыгать, что-то есть, передвигаться, и никогда бы не были тревожно-мнительным. А вот как только началось невротическое состояние, вы вдруг резко начали переживать за все, что происходит. Поэтому я не согласен с позицией о том, что невроз – это только тревожно-мнительный характер. Тревожно-мнительный характер – это аспект повышенной тревожности у каких-то конкретных локальных людей. Но это не все неврозы, поверьте. У меня есть клиенты, которые занимают очень высокие и ответственные должности, и никогда не были, и не проявляли себя ни в детстве, ни в юности, ни сейчас, как тревожно-мнительные люди. Но их вегетативное, психовегетативное состояние – это проблема невротического характера, в том числе и психосоматика. И мы не говорим о тревожно-мнительном характере. Поэтому нет, не всегда. Тревожно-мнительное состояние характера – это лишь фактор у определенных людей. Дальше идем. В первой части образования. Я напоминаю, что мы говорим о семи основных сферах. Вот сейчас мы говорим именно про образование. Как доказать невротику, что невротик – это невротик, а не больной смертельной болезнью? А все его симптомы – всего лишь проявление эмоционального напряжения. Панические атаки – всего лишь навсего пиковые проявления этого напряжения. И что, если перестанет их бояться, они пройдут? Как научить его не беспокоиться за свое состояние? Хороший тоже вопрос. Я бы сказал, что он очень частый. Потому что… Но я бы сказал так. Как доказать невротику? Я бы вообще не стал ничего доказывать. Бить себя кулаком в грудь и кричать на весь YouTube, что ребята, это вот так, никто вряд ли не будет. Если вы коллега мой, который задает вопрос, как доказать, но это другой вопрос. Если вы родственнику хотите доказать или другу что-то доказать, то я бы не стал на вашем месте что-то доказывать. Дайте ему материал, пусть смотрит, пусть изучает. На первом этапе, этап образования – это не доказательство. Чтобы человек чего-то понял, например, о вегетатике, например, о агорафобии, о навязчивых мыслях и так далее, ему не надо доказывать, он должен сам себе доказать. Понимаешь? То есть он должен выстроить в своей голове такую новую логическую парадигму, которая позволит ему самому для себя понять, что он ошибался. Например, использовать эмпирические данные. Сколько раз это было, сколько людей. Посмотри обследование, посмотри факты, посмотри реалии, посмотри, сколько людей. Никто не умер, никто не упал. Сколько раз ты ходил, ничего не случалось. Ну, что случилось самого худшего? Тебе было страшно? Да. Тебе было очень сильно страшно? Очень сильно. Ну и что случилось? Ничего. Просто было страшно. Значит, это выносимо? Выносимо. Но дискомфортно. Можно использовать эмпирические вот такие методы. Можно использовать логику. Да? Можно использовать юмор. Можно использовать всевозможные такие логические схемы, чтобы он сам для себя сказал, да, кажись, я гоню. Но есть один секрет по поводу доказательства. Самая сильная история, самодоказательство, что я ошибался, это практика. Поэтому наша терапия называется когнитивно-поведенческая. Это практика. То есть ты должен пойти и доказать самому себе, что даже прожив вот эту панику, даже попав в ситуацию далеко от дома и запаниковав, ничего смертельного не случится. Где паника имеет свое начало, нарастание, пик и спад. То же самое касается страхов. То же самое касается фобий. То же самое касается мыслей. От того, что мы их проживаем, наполняем себя страхом и максимально проживаем этой истории, ничего не происходит. Вот именно вот это системное проживание, системная, например, постановка себя в ситуацию, например, в лифте. Как доказать невротику, что он не умрет в лифте? Вот если перефразировать ваш вопрос, да? Несколько раз систематически его столкнуть с этим лифтом, чтобы он выдержал это состояние, чтобы он себя объяснил, чтобы он его прожил. И вот тогда психофизиология действительно понимает, что, кажись, я гоню. Вот это вот, кажись, я гоню, это и есть та самая терапия агорафобии, панических атак, которые вы так любите в интернете. Но это не терапия невроза, это всего лишь навсего образовательный момент под названием «кажись, я гоню». И вы это сможете самому себе доказать, используя второй метод или второй шаг. А второй шаг – это упражнение. Итак, вторым шагом, как я уже сказал чуть ранее, это упражнение. Я о них уже чуть-чуть заговорил. То есть вторым шагом после образования – это упражнение. Упражнение для панической атаки, упражнение для агорафобии, упражнение для навязчивых мыслей. Об ЛКР мы поговорим в одном из следующих видео. И всевозможные упражнения по контакту с фобиями. Какие здесь бывают ошибки? Я тоже выписал для себя несколько вопросов. Но от себя могу сказать следующее. Самая частая ошибка моих клиентов – это избегание. Проще говоря, люди на этапе образования, на этапе первом, они недостаточно поняли, что такое вегетативное напряжение, они недостаточно поняли, что такое паника и так далее. И они из-за этого не идут на второй шаг терапии. То есть они избегают контакта с паникой, они избегают контакта с фобией, они избегают передвижения, они избегают перелетов, они избегают контакта с какой-то едой, они избегают оставаться дома одна, без мужа, без мамы. Она берет с собой телефон, берет с собой таблетки. И все эти избегания на самом деле и кажется, что это малость. Но по большому счету это самая главная ошибка. Поэтому на этапе именно упражнений очень важно выписать все упражнения, раздробить город, район, раздробить контакт с фобией и начать действовать. Об упражнениях детально я сейчас говорить не буду. Это проживание, это наполнение себя страхом, это несопротивление, это пропускание, проживание. Чуть выше на канале все эти упражнения есть, да вы их прекрасно знаете. Какие вопросы задают зрители? Здравствуйте, Алексей. Как избавиться от мышечных зажимов? Единственный выход – позволить им быть. Не совсем. Я не согласен, что единственный выход – это позволить быть мышечным зажимом. Потому что пометуя Вильгейма Райха, основателя телесно-ориентированной терапии, или пометуя Джекобсона, мышечный панцирь или мышечные зажимы – это последствия очень сильной тревоги, и это последствия очень сильного напряжения невротического характера. Например, трапециевидные мышцы подгибаются, шея. Это от наших предков нам еще досталось во время тревоги. Животные подгибали шею, и мы вот так же ее подгибаем, инстинктивно мышцы напрягаются. Общее сильное напряжение тревоги заставляет скелетные мышцы быть в тонусе. Трапециевидные мышцы в тонусе передавливают артерии, передавливают, создают компрессию. Как избавиться? Вот здесь вопрос правильный, и он ошибочный. Как избавиться от мышечных зажимов? Единственный выход – позволить ли им быть? От того, что позволите быть последствием, по большому счету, ничего не изменится. Поэтому тут главное – это задаться себе вопросом, а в чем причина моих мышечных зажимов? В чем причина моего напряжения? В чем причина этих последствий? И работать прежде всего с последствием. По поводу самих мышечных зажимов или мышечного панциря, то здесь подойдет вам прежде всего прогрессивная мышечная релаксация, и вам подойдут массажи, СПА, иглорефлексотерапия, подойдут телесно-ориентированные терапевтические практики любого характера – йога, цигун, массаж, пилатес, бодифлекс какой-нибудь и так далее. В том числе массажи всякие разогревающие. Это исключительно мышечных волокон касается. Но это никакого отношения к терапии неврозов не имеет. Поэтому, если отвечать локально на ваш вопрос, как избавиться от мышечных зажимов, это прогрессивная мышечная релаксация по Джекобсу, ну, это телесно-ориентированные терапевтические практики, это йога, это пилатес, это стрейчинг, это массажи с разогревающими мазями и так далее. А вот, если говорить более глубоко, то надо избавляться не от мышечных зажимов, надо избавляться от того, что создает мышечные зажимы. Второй вопрос в блоке обучения упражнения. Это второй этап по поводу терапии вашего невроза. Напомню, что первым этапом является образование ОВСД, образование паники, образование неврозии. Сейчас мы уже перешли к упражнению. Здесь я выделил такой для себя вопрос. Алексей, добрый день. Как избавиться от напряжения в теле? Особенно в шейном отделе не могу общаться с людьми, сразу начиная себя контролировать. Кажется, что веду себя неадекватно, стараясь быстро закончить разговор и уйти. Вообще, как перестать себя каждый день сканировать, прислушиваться к себе, а постоянно боюсь, что сейчас что-то произойдет. То упаду, то с ума сойду. Очень буду рад, если вы увидите мои вопросы и ответите. Спасибо. Спасибо вам за вопрос. Но я, собственно говоря, уже к этому и подвел. Смотрите, как интересно человек задает вопрос. У него в вопросе уже есть сам ответ. Говорит, она, я так понимаю, что-то я не узнаю пол. Человек говорит, как избавиться от напряжения в теле, особенно в шейном отделе, не могу общаться с людьми, сразу начиная себя контролировать. Кажется, что веду себя неадекватно, стараясь быстро закончить разговор, вообще уйти. Как перестать себя каждый день сканировать. То есть, смотрите, вот вам очень классическая ситуация. Человек жалуется на мышечные зажимы, жалуется на вегетативную симптоматику. Это вы сейчас все внимательно слушаете. Человек жалуется на плохое самочувствие. И он говорит, мне от этого тяжело общаться с людьми, мне тяжело контактировать с людьми. Но на самом деле правда совершенно другая. Вы, идя на контакт с социумом, уже как-то думаете, уже как-то думаете об этом контакте с социумом. Проще говоря, вы уже хотите произвести хорошее впечатление. Вы уже очень сильно не уверены в себе. Вы уже очень сильно боитесь совершить ошибку. Вы уже боитесь показаться смешной, показаться глупой, нелепой. Совершить какое-то странное, сказать какие-то странные вещи. И проще говоря, не понравится. Вот все это и создает то самое напряжение, которое вы потом испытываете в виде зажимов. И вы считаете, что проблема у вас в зажимах или в вегетатике. Проще говоря, избушка на курьих ножках. Вы на самом деле сначала создаете себе напряжение социального характера. А затем уже испытываете последствия. Понимаете, в чем основная история? Поэтому работать тут надо не с последствиями в данном случае. Работать надо с тем, а как я себя тревожу, как я себя напрягаю, как я себя беспокою в том смысле, что у меня возникает напряжение. Вот это очень важный момент. Что здесь еще на этапе упражнений, хочется вам сказать. Основная проблема клиентов именно в том, что они не дорабатывают с избеганиями. То есть они выстраивают некий ореол обитания. Говорят, ну ничего страшного. Я вот поизбегаю. Здесь сюда я не пойду, туда я не поеду. Здесь все-таки я как-то сориентируюсь и так далее. Вот это большая проблема. Поэтому на втором этапе обучения упражнениям я бы сказал главное. Выпишите весь список избеганий, старайтесь с ними контактировать, дробно, проживая, выдерживая, фанатично ставя галочки в каждой части избеганий, в каждом аспекте избеганий. Ну и самое главное в упражнениях это понять, что не надо задавать тысячи мне вопросов, как избавиться от зажимов, как избавиться от болей, как избавиться от этого. Поймите одну простую штуку. Это последствия. Надо задаться вопросом, а как избавиться, в кавычках, от причины напряжения. И вот об этом мы поговорим чуть дальше. Так вот, третьим этапом вашей терапии является обучение когнитивно-поведенческой психотерапии. После того, когда вы прошли общее обучение о том, что такое вегетатика, что такое симпатическая, парасимпатическая отдел нервной системы, о том, как у вас работает психофизиология, затем вы научились упражнениям самоконтроля, упражнениям проживания паники, упражнениям проживания агорафобии, упражнениям работы со своими мыслями навязчивыми, то есть несопротивления, понимание, как мыслительный процесс движет, это все образовательная часть, и упражнения, мы приступаем к третьему этапу вашей терапии. Это обучение когнитивно-поведенческой психотерапии. В данном случае это обучение модели РЭПТ, рационально-эмотивно-поведенческой психотерапии Альберта Эллиса. На этапе обучения РЭПТ мы сталкиваемся с основной задачей. Это понимание того, что те последствия, например, мышечные зажимы, последствия это вегетативное напряжение, паническая атака, депрессия и прочие психофизиологические явления, это контеквенсы, это последствия, это последствия вашей формы реагирования на определенную жизнью ситуацию. Мне тут показали ролик, не помню, как зовут человека, по поводу гипноза. И там человек, значит, взял на себя ответственность постулировать тему о том, что почему когнитивно-поведенческая терапия неэффективна при терапии панических атак и так далее и тому подобное. На самом деле, ну, это немножко странно, потому что Всемирная Организация Здравоохранения выпустила очень четкое понимание того, и на сегодняшний день Всемирная Организация Здравоохранения признала когнитивно-поведенческую терапию золотым стандартом в лечении панических атак, тревожно-депрессивных расстройств, а не гипноз, друзья мои. Почему? Потому что провели многочисленные исследования, и когнитивно-поведенческая терапия признана самой эффективной. Гипноз, к сожалению, нет. Потому что он не показал таких эмпирических и медицинских, и научных данных, которые могут говорить о том, что он эффективен. Так вот, там человек читает по бумажке, потому что он считает, что модель АБЦ очень сложна. Ну, не знаю, наверное, надо три высших образования иметь. Наверное, надо иметь три высших образования, чтобы понимать о том, что когнитивно-поведенческая терапия очень проста, да, в своем понимании. А модель вот на третьем этапе обучения, неужели сложно запомнить, что есть ситуация, есть какая-то реакция. Например, ситуация, вам наступили на ногу, реакция, вы разозлились. Между ситуацией, между реакцией есть ваши автоматические, не бессознательные, а автоматические мысли. Рациональная терапия и когнитивная терапия вообще не используют термин бессознательный. Это термин психоаналитиков. Когнитивная терапия использует термин автоматические мысли, потому что есть два типа мышления. Есть мышление, которое вы успеваете отследить, а есть мышление, которое вы не успеваете отследить. Ну, например, когда вы водите машину, Вы же не слышите ваши мысли о том, куда повернуть руль, как нажать. Вы это делаете уже достаточно автоматически, на уровне рефлексов. Вы не всегда испытываете мыслительный процесс, когда вы испытываете какие-то эмоции. Хотя на самом деле, если вам наступили на ногу, вы успели как-то подумать. Вот проблема в том, что люди, которые критикуют когнитинопоединическую терапию, они просто не понимают очень важных аспектов. Так вот, на третьем этапе обучения модели РЭПТ мы встречаемся именно с вот этим очень часто непониманием, как наше мышление влияет на панические атаки и вообще создает паническую атаку. Ребятки и котятки, а паническую атаку создает наше мышление очень простым, очень простым способом. Вы куда-то поехали. Вот я, например, приехал в Таиланд, и я сижу здесь на крыше. И я такой говорю, блин, сам начинаю думать, блин, а вдруг мне станет плохо, а медицина же здесь как бы такая специфическая, а по-английски не все говорят, а вдруг я что-то недообследовал, а вдруг мне сейчас станет плохо, тут кислорода мало, влажность большая, а вдруг я не взял с собой никаких лекарств, а вдруг это, а вдруг то. И я начинаю сам накручивать себя определенным образом и начинаю испытывать состояние тревоги. И в этом состоянии тревоги моя вегетатика начинает выдавать естественное состояние. И я начинаю пугаться. Потом я довожу себе до паники и говорю, что все, караул, я в панике. Поэтому третьим этапом обучения модели РЭПТ это именно обучение, длительное, я бы сказал, обучение процессу о том, что такое автоматические мысли, о том, что такое работа с убеждениями, о том, какие убеждения бывают. Это целый процесс. Четвертым этапом, а, кстати, забыл, здесь есть один вопрос интересный по поводу третьей части. У меня проблема с нахождением внутренних мыслей, которые вызывают реакцию тела. Я сейчас осознаю, что я подумала что-то, и пошла эмоциональная реакция, но никак не могу понять эти мысли. Вот классическая история. Потому что ваш терапевт и вы, скорее всего, делаете ошибку, но, скорее всего, вы занимаетесь без терапевта в этом смысле. Приобретите, например, блок вебинаров, который насчитывает 29 часов. Вот там, в вебинаре «Стрессоустойчивость и работа над ошибками» очень подробно сказано о том, как как раз работать с поиском автоматических мыслей и с диспутированием этих мыслей. Так вот, по поводу диспутирования. Четвертым этапом вашей терапии является практика рациональной терапии каждый день. Когда вы каждый день ведете дневники, вы каждый день ведете записи о том, как у вас работают эмоциональные реакции, о том, где вы разозлились, где вы испугались, где вы что сделали и так далее. И вы технологически используете определенные вещи. Пятым этапом я выделяю изменения в реальных сферах жизни. Когда вы уже рациональную мотивную терапию начинаете применять в разных сферах жизни. Принимаете решения в своей семейной жизни, принимаете решения в карьере, в профессиональной жизни и так далее. Без этого изменений тоже недостаточно. Это пятый этап. Шестым этапом является генерализация изменений во все сферы жизни. То есть вы должны не просто достигнуть изменений в проблемных зонах, которые вызывали невротическое состояние, а вы должны генерализовать новую форму мышления, рационального мышления, объективного мышления во все сферы жизни, чтобы больше подобных проблем не случалось. Ну и седьмым этапом я лично выделяю такой чек-ин моих клиентов. Это контроль во времени через месяц, через три, через полгода, например, по одной сессии, для того, чтобы проверить, насколько закрепились те изменения, которых мы достигли. В принципе, считайте сами, сколько эти семь шагов потребуют времени. Я могу вам сказать следующее, что ни один тренинг, ни одна книга, ни одно видео не поможет вам пройти все эти пять основных шагов за один тренинговый день. Я сам веду семинары двухдневные по восемь часов каждый. Ребята, которые были на моих семинарах, прекрасно это знают, что каждый из этих этапов вы должны пройти сам. Вы должны сами понять для себя обучающую модель. Вы должны сами для себя прожить упражнения, подобрать их. Я вам могу помочь подобрать эти упражнения. Затем вы должны обучиться модели рационального мышления, управления своими эмоциями. Затем вы должны проработать практически эту модель рэпт во всех сферах жизни. Затем вы должны достигнуть определенных изменений, генерализовывать эти изменения и так далее. Я по срокам скажу вам так. Если говорить о панических атаках агорафобии, наверное, от недели до месяца. Если говорить только об обучающем и практическом, практической части именно панической атаки. Неделя 4-5 недель. Если говорить об обучении рэпт, 3-4 недели. Практика рэпт, пару месяцев. И генерализация изменений. Но по большому счету, что тут мне спекулировать цифрами, мировая практика говорит до полугода. Полгода – это тот срок, если вы занимаетесь со специалистом высокого уровня, к которому вы пришли с паническими атаками с ВСД. И за 5 или 6 месяцев при ритмике 1-2 раза в неделю вы уже генерализуете изменения во все сферы жизни. Не панические атаки полгода лечатся. Панические атаки вообще не лечатся. Панические атаки объясняются. Понимаете? То есть нельзя лечить панические атаки. И когда я вижу постулат лечения панических атак, это смешно. Паническая атака – это испуг. Вас надо научить не бояться. И вы должны сами себе доказать, что не страшно то, чего вы боитесь. И панических атак не будет. А вот невроз сам требует нескольких этапов на глубинных личностных изменениях. И генерализация этих изменений. Поэтому, ребятки-котятки, я вот сейчас коротко вам первое видео записал. Оно не очень короткое получилось. Я хочу вам пожелать понимать, что все эти этапы надо прорабатывать. Не ждите каких-то семинаров, книг, каких-то таблеток от невроза. Надо понимать, что если ты хочешь быть успешным, если ты хочешь быть здоровым, если ты хочешь летать в Таиланд, если ты хочешь летать по разным островам, знакомиться с интересными людьми, кушать разную еду, путешествовать, развиваться, и прожить эту жизнь качественно и интересно, тебе придется работать над собой. Тебе придется отказаться от каких-то своих архаичных убеждений, которые привели тебя в том состоянии, в котором ты находишься. Ведь если бы твои убеждения были такие успешные, такие эффективные, то ты бы не был в той заднице, в которой ты сейчас находишься. Потому что эффективное, успешное мышление не приводит тебя к такому психологическому дискомфорту и к такому самочувствию. Поэтому я тебе желаю понять одно. Без труда не вытащишь, как у нас на Руси говорят, рыбки из пруда. Невозможно посмотреть ролик и исцелиться. Невозможно прочитать книгу и исцелиться. Невозможно прийти на семинар и все для себя понять. Вам придется по-любому. Даже если это будет гениальный семинар, который в один-два дня впитает все, не буду себя хвалить. А я считаю, что мои двухдневные семинары достаточно информативные. Но мои ребята, когда выходят после второго дня, у них вот такая башка. Или даже блок вебинаров, который вы, кстати говоря, можете приобрести. Вы его весь посмотрите. Там есть вся технология. Там все есть, но вам это надо делать самому. И вот проблема заключается в том, что кто-то делает у кого-то хорошие результаты, а кто-то не делает. Кто-то просто полистал, посмотри, сказал, что-то что-то делать, надо что-то писать, что-то диспутировать, что-то думать. Ну, я думал, что это так просто. Нет, ребятки-котятки. Личностный рост, изменения, терапия. Это требует больших усилий. Так же, как вы приходите в спортзал. Если вы хотите хорошую фигуру, вам придется стараться. Вам придется работать над собой. Так же, если вы хотите поменять свое психовегетативное состояние, если вы хотите достичь успеха, вам придется задумываться, вам придется размышлять, вам придется изо дня в день выполнять определенные записи, вам придется тратить деньги на ваших консультантов, вам придется расти, меняться, принимать решения, рисковать, действовать, принимать какие-то инновации в своей жизни и так далее. Поэтому я вам желаю в этом сезоне, в 2017 году, не сидеть на диване, а принять позицию изменений. Принять позицию, что без изменений я не получу новых результатов. Как сказал Альберт Эйнштейн, глупо надеяться на тот же результат, делая по-старому. Поэтому я вам рекомендую более детально изучить все эти 7 шагов в блоке вебинаров, которые вы можете приобрести на сайте. Ссылка в описании. В следующем видео я расскажу вам поподробнее, подетальнее об ОКР, об обсессивно-компульсивном расстройстве. Ваш Алексей Красиков, канал Невроза Мегаполиса. Будьте ответственны к мыслям, которые вы думаете, потому что они являются началом ваших поступков. Это девиз ассоциации когнитинопоеденческой психотерапии. Ну а тебя я бы хотел вам пожелать взять себя в руки и понять, что если вы не будете напрягаться, ничего не получится. Ну не получится. Не получится просто прийти на семинар, прочитать книгу и добиться изменений. Надо работать над собой. Надо, как говорит мой папа, зажать красоту в мозолистую руку и херачить. И работать. И работать. А так категория граждан, которые хотят на халяву, побыстрее, безболезненно. И эти кнопочные герои в интернете, скорее всего, останутся со своими проблемами и будут винить в этом окружающих. Ну а те, кто хочет, присоединяйтесь. Я всегда вам помогу, чем смогу. До встречи в новых лекциях. Счастливо, пока. Субтитры создавал DimaTorzok